Я хочу стать лучше, я хочу стать лучше, я хочу стать лучше! Я хочу стать лучше! Я хочу стать лучше всех остальных! Мне больно! Согласитесь, что у вас тоже было такое же состояние, и причём оно начиналось именно с какой-то поздней ночи, с двух часов в час ночи, и это постоянно. Начиная с августа или же с сентября, у меня очень сильно начало меняться эмоциональное настроение, эмоциональный фон. Я поняла, что такое на себе испытала, что такое эмоциональные качели. Наверное, стабильно, два-три раза в неделю у меня случались эмоциональные выгорания, я постоянно плакала, я переставала вести соцсети, переставала вести, в частности, Инстаграм. Я вечно загонялась, сравнивала себя с кем-то, и на самом деле было очень сложно в эмоциональном плане, я не знала, что делать, но сейчас, конечно, чуть-чуть получше стало, но всё-таки не так, как бы хотелось. Я придумала одну классную вещь, которая поможет мне, которая поможет вам, возможно. Расскажу про неё в сегодняшнем видео, это будет серия выпусков, влогов, подкастов, возможно. Поэтому смотрите. Ради этого я и снимаю это видео, чтобы ты и ты и ты и я задумались и, наконец-таки, начали что-то делать. В этом видео вы увидите достаточное количество влогового контента, также я расскажу про свои цели, расскажу про свои промахи, расскажу, какой я вижу себя сейчас и какой я хочу видеть себя в будущем. На сегодняшний завтрак у меня снова авокадо-тосты, как и обычно. И как раз сейчас я иду вам показывать, как я поднимаю больше своё настроение. Это очень банально, тренировки 2-3 раза в неделю. Аутфит у меня сегодня вот такой вот. Прикольно, мне нравится. Я не знаю, кто-то носит вообще жилетки на свитера, но мне кажется, смотрится достаточно мило. Посмотрите, какой у нас идёт снег! Чему стоит радоваться в жизни? Такому снегу. Кто это тут у нас в нём? Мы пришли в зал с Елизаветой, и вон она там набирает воду. Вот, сейчас будем тренировать свои попы с помощью вот этой вот прекрасной резинки. Я вернулась домой. Ой, хотела вам показать мой рисунок. Помните, я вам, по-моему, его уже показывала. Он связан, так скажем, с моим становлением в 2021 году. Кем я хочу себя видеть? Потому что это все темы очень связаны с тем, про что я рассказываю в этом видео. Смотрите. Это поле в 2021 году, в самом начале. Вот я это записывала 11 декабря. Можете почитать, какая я, в принципе, сейчас, и какая я, в принципе, была в конце 2020 года. И теперь поле, которое я хочу видеть в идеале, возможно, ещё даже лучше. Я, конечно, мастер рисунка. В 2021 году, прямо в конце, 31 декабря. Это, само собой, соцсети. Я про цели расскажу немножко позже, потому что это вам нужно обязательно знать, это нужно мне обязательно знать, чтобы потом пересматривать. Сюда, соответственно, входят все соцсети, мой заработок, также духовная сфера, сфера отношений с людьми, с любыми. Вот, также просто какое-то моё становление внутреннее. И ещё мне было бы интересно поработать, возможно, в какой-то сфере, в которой я раньше вообще никогда не работала, например, связанная, не знаю, может быть, с рекламой. То есть я вот сейчас училась, и первую сессию я сдала, мне было так интересно. Вот я слушала лекции просто с большим интересом. И я не знаю, я вот подумываю, может быть, может быть, попробовать, может быть, это моё. Я не знаю вообще, что ожидать 2021 года, но будет, кажется, бомба. Я так уверена, что рост будет гигантский. Самое главное — работать. Я вчера смотрела старые фотографии в своей галерее на телефоне, потому что мне надо было чистить память, у меня их вообще нет. И я поняла, насколько быстро летит время. Я вроде бы недавно уже смотрела фотографии, как раз закончила школу, вроде бы недавно поступила в один университет. Сейчас я в другом вообще. Потом быстро всё закончится, и нужно искать какую-то профессию, понимать, кем ты хочешь быть вообще в жизни. И это, на самом деле, очень страшно. Но ещё, мне кажется, в нашем мире так быстро всё меняется. Буквально вот так вот, по чулочку пальца. Нужно постоянно знать, что актуально, что не актуально. На YouTube, кстати, есть очень классный канал для детей и подростков, как раз, который называется Starworks. Там ведущие ездят к представителям разных профессий, берут у них интервью касательно их работы. Мне кажется, сейчас такие каналы очень полезны для подростков. Они вроде бы и имеют развлекательный какой-то подтекст, но смысловую нагрузку. Благодаря таким полезным роликам вы сможете узнать вообще ваша профессия, туда ли вы двигаетесь. Потому что у меня с 7 по 9, 10 класс постоянно был какой-то дисбаланс, я не понимала, куда мне двигаться, чтобы вы понимали. Я хотела вообще пойти на врача, я хотела сдавать химию, биологию, но я, слава богу, вовремя одумалась. Я не хочу, чтобы тоже вы совершали такие же ошибки. Я ещё и из одного университета поступала в другой, вообще по другой специальности, поэтому не совершайте моих ошибок. Мне кажется, лучше в школе хотя бы примерно понимать, в какой сфере вы хотите дальше развиваться, чтобы потом в будущем не ошибиться от вообще незнания и непонимания о профессии. Я поняла в этом году, что сфера режиссура мне очень интересна, и мне, возможно, как-то и дополнительный хотелось бы её изучать. Вот, также там есть разные профессии от юриста до балерины. Если что, ссылка здесь где-нибудь на канал появится. А я тут тем временем, я ураюсь в носках, я забираю, сейчас буду чемодан за три часа до поезда. Это просто смысл жизни, мне кажется. Как его открыть? А как? А-а-а! Всё, по-моему. У меня, конечно, не супер какой-то блогерский чемодан розовый, но чемодан, мне кажется, это удобно, даже если ты едешь на пару дней. Я беру куртку одну, в одну я поеду, свитера буду брать, вот, топы всякие, пижама. Здесь у меня, что у меня здесь? Косметика. Очки зачем-то, я не знаю, наверное, для фоток. Умывалка, смывка. Рубрика «Собираю чемодан за два часа до вылета». Ой, до поезда. Если бы до вылета. Не, может, наверное, всё распределить, так что вам будет. Я, нет, спасибо. Дэнни гимнотизирует банан. Он просто очень сильно их любит, но ему его много нельзя. Дэнни, это банан, смотри. Банан. Вы знаете, как лежит Дэнни? А, он уже не лежит. Короче, я почти что всё собрала. Если вы думаете, зачем мне столько вещей на три дня, я сама не знаю. Не знаю, как от этого избавиться. Вот. Ну, тут, в принципе, всё тёплое необходимо, я считаю. Тем более, сейчас зима. Я беру с собой Инстекс. Надеюсь, на него в этот раз мы сможем сфотографироваться. Косметика. Вот. Вещи все собраны. Ребята, я думаю, мы с вами подошли к такой самой щепетильной части этого видео. Это, собственно, мои цели. Безусловно, я не буду вам рассказывать абсолютно про все свои цели, там, всё дословно вам расписывать, рассказывать. Нет, я расскажу про то, про что я буду показывать у себя на канале в своих видео. Я-то как-то сидела, всё расписывала. Итак, первая сфера. Нематериальная. Духовная. Духовная сфера. Я хочу в конце года иметь правильное окружение, познакомиться минимум ещё с пятью людьми, новыми для меня. Я не говорю, что я там буду с ними дружить, как-то нет, просто познакомиться. Также я хочу избавиться от своих эмоциональных качелей. Помните, про что я вам рассказывала в начале видео? Это прям, мне кажется, моя одна из глобальных целей на этот год, потому что это очень сильно мне мешает жить. Я думаю, многие из вас меня поймут. Соцсети. YouTube. Сто тысяч. Плюс. Да, нужно добить эту такую метку. Конечно, это всё на самом деле глупости, всякие цифры, но всё-таки стремиться к чему-то нужно. Безусловно, это улучшение постоянного контента и не стоять на месте. Это самое главное. Инстаграм. 70-100 тысяч. Сейчас у меня там... Сколько у меня там? 21, буквально, если так округлить. Вот. Тик-ток. Я не знаю, насчёт того, буду ли я создавать новый аккаунт. У меня есть старый, там 170 тысяч, но я немножко там в теневом бане. Тик-ток меня просто послал куда-то. И, возможно, я создам новый, но мне, в принципе, на самом деле пофиг. Хочу миллион. Там. Блин. Это очень ответственно, на самом деле, говорить. Заработок. Сейчас я получаю... Получаю. Зарабатываю где-то 20-30. Стабильно, если плюс-минус, соответственно. Хочу выйти под конец года как минимум. Плюс 50-60. Это, в принципе, для комфортного такого существования. Конечно, нужно больше, но будем ставить реальные цели. Местоположение. Я так это назвала. Переехать с Лёшей в Санкт-Петербург в уютную светлую квартиру. Такую инстаграмную, знаете. Но это для меня просто нужно. Работа-учёба. Учёба я учусь в университете. Соответственно, сдать сессию, это, в принципе, достаточно банально. Вот. Но также я хочу создать 2-3 инфопродукта. Не просто там какие-то пустые банальные чек-листы, там, знаете, в инстаграме. Нет. У меня уже есть одна идейка. Есть, возможно, вторая. Поэтому я думаю, с этим справлюсь. Главное — работать над этим и выделять время. И ещё я хочу выйти на менторство в инстаграме. Пока что не знаю, будет оно платное, либо же нет. Но я достаточно хорошо в нём разбираюсь. Поэтому да. Соответственно, для того, чтобы мне всё это создавать, мне нужно самой проходить курсы, сама учиться. Не только в университете, но также я хочу пройти плюс 5 курсов. Соответственно, у блогеров, у каких-то менторов то же самое. Именно по всем сферам. По заработку, по финансам, по духовности, по инстаграму. Я думаю, вы меня понимаете. У меня есть сферы отношений. Это отношения с моей семьёй и с Лёшей. Но я не считаю нужным вам про это рассказывать, потому что это больше такое личное. Если говорить про сферу я и покупки, которая немножко связана, возможно, с другими сферами. Я думаю, что это будет пока что последний. Если что, если вам будет интересно, я ещё что-то вам дополню в других видео. Я и покупки. Мне нужно поменять телефон. Не знаю. Ну, я так просто банально написала. Возможно, звучит как-то странно. Но iPhone 11, Pro Max, либо же iPhone 12. Не знаю. Посмотрим. Вот. Также из моих покупок, что я хочу сама приобрести, это снимать квартиру в Петербурге с Лёшей. Потом полностью оплачивать своё питание. И нужно самой, в принципе, сейчас я 90% это всё оплачиваю. Покрываю сама. Купить кроссовки Nike Air Force. Это просто моя такая, не знаю, какая-то девичья мечта. Ужас, мне очень нравятся эти кроссовки. Но, наверное, я куплю их весной. Я думаю, когда будет уже не так слякотно и не так холодно. И также хочу еще пройти обучение по финансовой крабленности. В общем, это, безусловно, не всё. Что-то, наверное, ещё будет дополняться постоянно. Но, в общем, как-то так. Я как будто бы вам очень сильно сейчас открылась. И я сижу, как будто бы, знаете, голая. Но, короче, вот так вот. Это всё очень ответственно говорить. Но я знаю, что я справлюсь. Я вышла умываться. У нас уже... Сколько времени, господи? 11.33. Полдвенадцатого ночи. Вот, как бы, да. Всё как положено. Всё модно. Красиво. В общем, всем большое спасибо за просмотр. Увидимся в своём следующем влоге, в следующем видео. Кстати, напишите в комментариях, как вам вот эта вся идея с этим всем марафоном желаний, так скажем. Мне будет очень интересно почитать, нужны ли вам следующие выпуски. Вот, всё, пока. Субтитры сделал DimaTorzok